Всем привет! После нескольких месяцев пребывания игры iSlash Heroes в режиме софт-запуска, разработчики наконец-то открыли мировой доступ. К слову, данный продукт является продолжением когда-то очень популярной головоломки на разрезание с названием iSlash. Игра действительно крутая, к тому же бесплатная, и почему бы не сделать на неё видеообзор, подумали мы и не поверите, собственно сделали. У микрофона Бузов Роман. Если в двух словах, то в iSlash Heroes нам необходимо разрубать катаной дощечки до определенного размера. В первой части игры разработчики не стали заморачиваться над сюжетом, вторая часть продолжила эту добрую традицию. Поэтому советую вам собственноручно придумать интеллектуальное объяснение, почему так важно заниматься этим на протяжении 200 уровней. Уверен, что очень многим игра напомнит Fruit Ninja, только в том случае главный герой специализировался на нарезке фруктов. В этой игре абсолютно идентичным образом мы будем шинковать деревянные дощечки. Для того, чтобы игровой процесс не казался сильно примитивным, в игру были введены некоторые факторы, усложняющие геймплей. Во-первых, это сюрикены, которые способны сломать вашу катану. Во-вторых, это металлические края дощечки, которые нельзя перерубать. В-третьих, это боссы, которые творят различные пакости и так далее. По мере прохождения игры, наш ниндзя тоже будет повышать свое мастерство. Выражено это в приобретении новых игровых бонусов, которые помогут вам в прохождении особо сложных уровней. К примеру, щит один раз спасет вас при столкновении с сюрикеном. Бомба просто-напросто уберет один сюрикен с игрового поля. Молния удалит любую на выбор металлическую грань с дощечки. Также есть навыки, которые делают вашу катану более острой, что позволит ей перерубать даже металл. Как я уже говорил выше, игра распространяется абсолютно бесплатно. В ней около 200 уровней и позже завезут еще. Есть два игровых режима и огромная куча боссов, и при этом здесь вообще нет рекламы. Все эти прелести в совокупности с отличной графической реализацией сделали бы из iS.Harrows действительно очень годный продукт. И, как вы понимаете, самое время для противительного союза но. Да, есть небольшая оплошность. В игре не обошлось без энергии, которая, как и все остальное, также наделена суперспособностью. Данная суперспособность помогает ей быстро заканчиваться и очень долго восстанавливаться. В остальном игра получилась действительно крутой. Она примерно такая же крутая, как наш канал. Не забудь подписаться и оставить лайк под видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!